Всем привет! Меня зовут Дмитрий Иванов, а вы смотрите Умные Вещи. В этой программе мы рассказываем про самые-самые-самые гаджеты и устройства. Сегодня в выпуске. Гарнитуры Creative Ayrwana. Life 2 Gold Platinum. Смотрим на Nokia Lumia 1520. Планшет от голливудской звезды. Lenovo Yoga Tablet. Японский бог. Обновление World of Tanks. Angry Birds Star Wars. Злые птицы снова на консолях. Компания Creative, один из лидеров в области цифрового звука, выпускает на российский рынок серию гарнитур премиум-класса Ayrwana. Компания Creative Technology представляет. Новая линейка премиум гарнитур Creative Ayrwana. Ayrwana Life 2. Ayrwana Gold. И флагманская модель Creative Ayrwana Premium. Если мы говорим о технологиях Creative, подразумеваем Ayrwana. Говорим Ayrwana, подразумеваем высокое качество звука и технологии, в том числе беспроводные. Но для начала остановимся на проводной модели гарнитуре Creative Ayrwana Life 2. Это усовершенствованная версия популярной модели Ayrwana Life, которую полюбили за качественный звук, благодаря современной технологии изготовления динамиков из биоцеллюлозы. Мембрана из биоцеллюлозы – это идеальный материал для динамиков, так как он обеспечивает такую же скорость звука, как у мембран из алюминия или титана. Только представьте, в мире производством динамиков из биоцеллюлозы занимается всего один завод. Чувствуете себя особенным? Ayrwana Life 2 обеспечивает достоверное звучание, как будто вы находитесь на концерте за счет 40-мм неодимовых динамиков. Ушные накладки из искусственной кожи очень комфортны, что делает эти наушники гарнитурой. Наличие микрофона. В прошлом поколении микрофона не было, он, кстати, находится на плоском съемном кабеле. Съемный кабель тоже удобно. Если он, не дай бог, порвется, вы сможете с легкостью его заменить. В комплекте с наушниками идет удобный чехол из микрофибры, а сама гарнитура компактно складывается. Но мы тут собрались, чтобы говорить о беспроводных технологиях, поэтому настало время Ayrwana Gold и Platinum. И начнем мы, пожалуй, с золота. Creative Ayrwana Gold ориентирована на взыскательного слушателя музыки, кто ищет прекрасное качество звука, комфорт и выдающийся дизайн. Здесь стоят 40-мм излучатели, а также, что немаловажно, гарнитура оснащена технологией активного шумоподавления, которая устраняет до 85% внешнего шума. Прощай, звук общественного транспорта. Привет чистейшему звучанию музыки. Ayrwana Gold означена технологией ShareMe. Эта передовая технология дает возможность совместного использования аудиоконтента от одного смарт-устройства между двумя гарнитурами, имеющими эту технологию. Это идеально для одновременного прослушивания музыки, аудиокниг, подкастов или просмотра фильмов во время длительной поездки. В Ayrwana Gold есть Bluetooth 3.0 и NFC, которые позволяют гарнитуре работать без проводов. Достаточно докоснуться телефоном с NFC до правого наушника, и буквально через несколько секунд вы можете слушать любимую музыку в этой красивой гарнитуре. Для отличного звучания музыки без проводов используются аудиокодеки A5TX, AAC и FastStream. Не забываем, что Ayrwana Gold гарнитура, это значит, что тут есть микрофоны. Более того, их тут четыре, и в том числе они используются системой активного шумоподавления. Для четкости звучания вашего голоса есть несколько технологий. Clear Speech Engine и HD Voice Ready. Аккумулятора хватит на 15 часов работы, но если он сядет, вы можете подключить наушники с помощью обычного кабеля. То есть вы не останетесь без музыки. Все управление гарнитурой находится на правом динамике. Ответ на звонок и сброс, переключение песен, громкость и ANC. Активное шумоподавление. В комплект поставки входит прочный футляр, кабель для зарядки и аналоговый кабель на 1,2 метра. Вершина айсберга Creative Airwana Platinum – флагман, использующий буквально все самые крутые технологии, когда-либо придуманные компанией. Здесь стоят 50-миллиметровые неодимовые динамики, которые настроены для обеспечения мощных басов, сбалансированного четкого звучания голоса и чистых высоких частот. В Airwana Platinum сразу три режима подавления шума и Bluetooth технологии с поддержкой аудиокодеков A5X и AAC. Улучшенная технология активного шумоподавления ANC использует набор гибридных контроллеров прямой и обратной связи для шумоподавления и четыре специальных микрофона, позволяющих устранить до 90% внешних шумов. Кроме того, с помощью переключателя Trimod ANC можно выбрать один из трех режимов шумоподавления для использования во время авиаперелетов на улице или в помещении. Airwana Platinum использует технологию ShareMe, и здесь есть NFC для легкого сопряжения в одно касание. Кроме того, с помощью Creative Multipoint Airwana Platinum подключается к двум Bluetooth-устройствам одновременно. Клавиши управления, так же как и в Gold, все на правом наушнике. Встроенный микрофон и технологии Clear Speech и HD Voice Ready обеспечивают кристально чистое общение при телефонных звонках. Creative Airwana Platinum будет с вами разговаривать. Здесь есть голосовое уведомление о подключении и уровне зарядки батареи. Она так же, как и модель Gold, работает при разряженном аккумуляторе. Достаточно вставить аудиокабель на 1,2 метра, идущий в комплекте. В комплект поставки также входит прочный дорожный футляр, кабель USB-зарядки и адаптер для самолета. Не могу не отметить дизайн и цветовую гамму устройства. Тут есть место и высоким технологиям, и ретро-стилю. Вся линейка гарнитур Creative Airwana поступит в продажу в феврале 2014 года. Проводная Airwana Live 2 с биоцеллюлозными динамиками обойдется в 5 990 рублей. Airwana Gold будет стоить 9 990 рублей. А флагманскую гарнитуру Creative Airwana Platinum можно будет приобрести за 12 990 рублей. Под конец года и возможного существования компания Nokia представила сразу три устройства. Планшет Lumia 2520, бюджетный фаблет 1320 и обычный фаблет Lumia 1520. О последнем и поговорим. Nokia Lumia 1520, пожалуй, главный анонс Nokia World 2013, прошедшего в Абудабе. Это, без сомнения, самый большой телефон в истории компании. Вообще, фаблет – удел деловых людей и бизнесменов, которые практически постоянно ходят в деловых костюмах. Телефон с диагональю 5,5 дюймов и выше умещается в карман джинсов, но доставляет дискомфорт даже при ходьбе. Зато он отлично лежит во внутреннем кармане пиджака. Фаблет удобен для организации работы, календари, органайзер, заметки. Все это действительно удобнее делать на фаблете, нежели на смартфоне. Большой 6-дюймовый дисплей покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 2. Нам досталась белая версия, она смотрится очень симпатично. В целом, модель очень аскетичная, как и всегда. Сверху вход для гарнитуры. Справа находятся все аппаратные кнопки. Громкость, включение-выключение телефона и клавиши фото. Снизу microUSB для зарядки и синхронизации с ПК. Слева находятся слоты для карты памяти и, внимание, для нано-сим-карты. Только представьте, в фаблете с 6-дюймовым дисплеем малюсенькая симка, которую до этого ставили только в iPhone 5, iPhone 5C и iPhone 5S. Зачем? Нам непонятно. Сзади красуется камера PureView на 20,7 мегапикселей. Оптика стоит от SES, привычно для Nokia. Качество снимков приличное. Здесь стоят фирменные приложения компании. О ProCam мы рассказывали в обзоре Nokia Lumia 1020. А теперь о главном, использовании. По сути, в новом смартфоне Nokia за счет увеличившегося размера появился лишний ряд иконок сбоку. Фаблет неудобно лежит в руке, хотя компания сделала все, чтобы пользоваться Lumia 1520 было удобно. Клавиши питания и громкости поменялись местами. Смартфоном действительно удобно пользоваться в горизонтальной раскладке. Смотреть видео, серфить в интернете, но вертикальная раскладка попросту неудобна. Приходится признать, что несмотря на качество сборки, обновления Windows Phone, включающие приложения Instagram и другие, фаблет слишком большой. Шесть дюймов это больше, чем нужно. Пяти с половиной дюймов хватает с головой. Определенно, у смартфона Nokia Lumia 1520 есть своя аудитория. Бизнесмены, работники офиса, в котором очень важен тайм-менеджмент, организация труда и календари. Но мы все же рекомендуем посмотреть на обычные смартфоны. 920, 925, 1020. Они для обычных людей понятнее и приятнее. Еще один анонс последнего времени. Lenovo Yoga Tablet. Чем он уже запомнился? Эштоном Катчером, который принимал участие в его разработке. Это клавиатура от iMac. А это новый планшет Lenovo Yoga Tablet. Согласитесь, интернет не просто так заполонили подобные фотографии. Больно похож дизайн этих двух разных по функционалу устройств. Анонсировали этот необычный планшет на специальном мероприятии Lenovo в Милане. В рамках этого же мероприятия объявили о сотрудничестве бренда с американским киноактером Эштоном Катчером, недавно сыгравшим Стива Джобса. Хотя после такого анонса нам хотелось спросить, где мой планшет, чувак? Lenovo Yoga Tablet обладает необычной формой для планшетов. Он не просто плоский. Снизу к плоскости буквально прилеплен цилиндр. По бокам цилиндра клавиша питания и вход для гарнитуры. Главное, из цилиндра выдвигается специальная ножка, на которую планшетный компьютер удобно ставить. Также она открывает слот для карт памяти microSD. Сама ножка алюминиевая и звенит, если по ней ударить. Планшет удобно лежит в руке, если цилиндр сбоку, образуется удобный хват для руки, если снизу удобный противовес. На наш взгляд, комфортнее всего Yoga Tablet лежит в руках, когда цилиндр сверху, указательные пальцы упираются в край и планшет не выскальзывает. Существует несколько версий планшета с разной диагональю 8 или 10 дюймов, а также отличающимися наличием или отсутствием 3G-модуля. К нам на тест приехал 10-дюймовый планшет. В Lenovo не стали гнаться за сомнительным увеличением PPI и поставили сюда дисплей с IPS-матрицей и разрешением 1280 на 800 пикселей. Возможно, погорячились. После иных представителей класса планшетов дисплей выглядит слабовато. Но разработчиков можно понять и в чем-то даже простить. По современным меркам слабоватый дисплей позволяет процессору буквально летать. Никаких задержек и неприятных подтормаживаний, при том, что здесь стоит не Qualcomm, который, кажется, населил всю флагманскую электронику, а чип MTK8125 в 10-дюймовой версии без 3G-модуля. Тактовая частота этого четырехъядерного процессора невелика — 1,2 ГГц. Да и памятью планшет не отличился — 1 ГБ оперативки. Тем не менее, он весьма достойно работает, система не тормозит. А это самое главное. Планшет Lenovo Yoga Tablet интересный это как минимум. Можно хоть 10 раз сказать, что он похож на клавиатуру от Mac. И что, скорее всего, этот дизайн Lenovo где-то подглядели. Вероятно, этот ход предложил новый инженер компании Эштон Катчер, который, сыграв Джобса в кино, решил, что такое копирование пойдет на пользу. Тем более, это же планшет, а не клавиатура. В любом случае, Yoga Tablet заслуживает внимания. Цена у него весьма приемлемая, а сам планшет удобен в использовании. Жалко, что тут не цельный алюминий, а только планка из этого материала. Был бы приятный холодок от всего устройства. Поклонники игры World of Tanks ликуют снова. В игру прилетело обновление, и вовсе не косметическое. Новые танки, на боковинах которых красуется надпись Made in Japan. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если говорить языком техники, патч 8.10 для игры World of Tanks стал доступен на днях. И в нем добавилась новая ветвь танков, родом из страны восходящего солнца. В ходе пресс-конференции выяснилось, что японцы не так уж и сильны в танковой технике, поскольку государство островное, а не материковое. Все силы японская военная промышленность в свое время бросила в освоение воздуха. Вспомните только Камикадзе. И, конечно же, военно-морские силы. Перл-Харбер, думаю, все прекрасно помнят. Таким образом, по существу танков в Японии не было в достатке. Тем не менее, создатели World of Tanks перерыли все исторические архивы, чтобы раскопать те проекты танков, которые страна разработала и по крупицам смогла восстановить реальные машины. В новом игре появится, собственно, японская ветка танков и одна японская карта. Почему? Потому что достаточно давно уже анонсировали, достаточно давно уже игроков к этому готовили. И все-таки решили в конце года это выкатить, чтобы игроки уже смогли пощупать и потрогать. В качестве добавки в игре появилась карта японской деревни. Мы по ней проехались и увидели, что деревня непростая, вся в цветущей сакуре. Война становится романтичной. Также на пресс-конференции были озвучены планы кампании по развитию проекта. Вскоре появятся городские карты, в том числе Киев и город-герой Сталинград. Осталось запомнить девиз нового патча для World of Tanks. В спокойствии сила. Благословляю вас на танковый бой. Благословляю вас на танковый бой. Не думаю, что я кого-то сейчас удивлю, но самым популярным игровым проектом на планшетах и смартфонах является барабанная дробь Angry Birds. Злые птицы уже приходили на приставку. Теперь время воинам звездным туда прийти. Цитировать, если йоду мастера. Продолжение следует... Angry Birds безусловный хит среди аркадных игр Это доказывают скачивание игры в App Store, Google Play и прочих магазинах приложений Злые птицы — это история про кучку птиц с цветовой дифференциацией У каждой своя специфика, которые мстят свиньям за наглым образом стыреные яйца Предельно ясному сюжетному крючку предельно ясное исполнение На каждом уровне вы встретите рогатку и изобретательно подготовленное препятствие В котором от ваших птиц скрываются коварные свиньи Геймплей строится на простой физике, где сила тяжести естественным образом притягивает птиц к земле А от силы, с которой выпущена птица, зависит, насколько сильно развалится укрепление вражьих кабанчиков Цветовая дифференциация птичек постепенно врывается в геймплей К обычной красной добавляется желтая, которая умеет ускоряться в определенный момент Голубая, у которой наблюдается расстроение личности Черная взрывается сама, а белая сносит взрывное яичко и другие Так было до выхода Angry Birds Star Wars А теперь представьте, что вместо птиц у вас Дарт Вейдер, Мастер Йода, Хан Соло, Люк Скайуокер, Принцесса Лея И другие персонажи Звездных войн Лишь стилизованные под птичек Angry Birds Star Wars использует наработки игры Angry Birds Space Которая активно работала не просто с привычными нам силами тяжести Тут в прямом смысле работала гравитация Планеты притягивали птиц и делали их искусственными спутниками В Angry Birds Star Wars история, известная всем гиком, описывалась заново И здесь, в рамках уровней, предстают культовые локации из эпоса Джорджа Лукаса Умение у птиц подстать Кто-то кидает лайтсейбер, кто-то использует силу В общем и целом, все, как всегда, круто, интересно и головоломно Определенно, игра должна быть у каждого на смартфоне или планшете Тем более, там она стоит достаточно дешево Другое дело, консольная версия Только представьте себе, играть в игру, заточенную под управление жестами и пальцами С помощью игрового джойстика И не забудьте, что вы переплачиваете за игру примерно в 10 раз Зачем? Одной финской птичке известно Тем не менее, видимо, продажи Angry Birds Trilogy Объединившего в себе сразу три игры серии Убедили финнов, что продукт не просто интересно играется на приставке Нет же, похоже, продажи их устроили Поэтому они выпускают Звездные войны еще и здесь Если на смартфоне и планшете управление можно назвать интуитивным Вы оттягиваете резинку на рогатке пальцем Придавая птичке силу и нужное направление А также тыкаете в нее для срабатывания специальной способности То на консоли вы оттягиваете рогатку стиком И нажимаете на кнопку для особого функционала птахи И все Однокнопочный геймплей без суперграфики или крутого сюжета К такому мы не привыкли К тому же по вселенной Звездных войн сделано немало крутых игр И это не пародии, а настоящие игры про становление джедая Во второй раз к ряду мы убедились, что Angry Birds возможен только на смартфоне или планшете Это их гнездо, откуда птички и тем более птенцы не любят выпадать Рекомендуем не обращать внимания на консольную версию А скачать игру для своего носимого устройства Там она порадует всю семью от мала до велика На сегодня это все Меня зовут Дмитрий Иванов Вы смотрели программу «Умные вещи» Подписывайтесь на мой твиттер и инстаграм Увидимся совсем скоро Sayonara Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»